Всем привет! С вами Гелла и сегодня мы разберем, как проходить первую часть Омега Протокол Ультимейта. Хочу обратить ваше внимание на то, что это страты первой недели, так что в дальнейшем вполне возможно придумают что-то более оптимальное. Кроме того, к примеру, на вторую механику этой части есть как минимум три различные страты. Мы с вами разберем подробно лишь одну, а об остальных двух я скажу всего лишь несколько слов. Бой начинается с раздачи всем игрокам дебафов. Вы можете увидеть на себе дебаф цифрой 1, 2, 3 или 4 и дебаф с таймером. Дебафы появляются рандомно, без какого-либо предсказуемого паттерна. Всего в группе будет по два одинаковых сета таких дебафов. По истечении таймера в зеленом дебафе вы умрете, снять его можно лишь зайдя в башню. Но на самом деле вам не нужно обращать внимание на этот таймер, достаточно лишь обратить внимание какая цифра у вас стоит в первом дебафе. На арене будут появляться башни, по две штуки за раз. Обратите внимание, что башни будут появляться в рандомных местах и не обязательно всегда на кардиналах или интеркардиналах. Кроме этого, там их будут тянуться по два тезера к игрокам, которые в дальнейшем будут взрываться большими ауэшками. После того, как вы закроете собой башню или же на вас взорвется ауэ от тезера, на вас тут же повесится 10-секундный дебаф и с ним вы не можете зайти ни в башню, ни взять тезер еще один раз, иначе вы погибете. Именно поэтому все важно выполнять в определенном порядке. Итак, башню вы берете в соответствии со своей цифрой на дебафе. То есть первые башни берут люди с единичкой, вторые с двойкой и так далее. А вот порядок для тезеров будет уже несколько другой. Первые тезеры берут тройки, затем четверки, затем единички и последние двойки. После того, как на вас взорвется тезер, на вас появится еще один дополнительный дебаф в 9 секунд, уменьшающий ваш хп бар до 1%. По истечении этого дебафа вам нужно будет взять вашу башню, за исключением двух людей с последними тезерами. А так как башни тоже наносят урон, то хила можно обратить внимание на отхил этих двоих после дебафа. Так как цифры башни сбавнятся рандомно, вам следует установить ряд приоритетов. Например, группа 1, в которой будут саппорты, всегда начинает с НВ и двигается по часовой стрелке. А группа 2, в которой находятся все ДПСеры, двигается, начиная с В, против часовой стрелки. Или же сделать приоритет по северной и южной части арены. Кроме того, нужны приоритеты в самой группе. Например, МТ, ОТ, H1, H2 и последние годы неаджастится. И аналогично в второй группе М1, М2, Р1, Р2 последние годы неаджастится. Ясню на примере, как это работает. Пусть МТ и один из хилеров имеют одинаковый дебаф с цифрой, например, 1. Тогда там поменяется местами с каким-либо из ДПСеров, у которых тоже будет одинаковая цифра в группе. И для него уже будет работать приоритет для южной части арены, если вы выберете таковой. Несколько небольших советов, облегчающих жизнь на этой механике. 1. Те, кто не должны делать ни тезеры, ни башни, стойте неподалеку от какой-либо башни. 2. Люди, сделавшие уже тезер, не надо убегать с ним куда-либо. Просто сначала дождитесь, когда с вас этот тезер заберут. Ведь мы все прекрасно знаем, как легко и замечательно передаются тезеры в этой игре. Следующая и значительно более подгорательная во всех смыслах. Механика в первой части это Пантократор. Он схож с аналогичной механикой из старого Саважа, но тут все значительно навороченнее. Итак, я настоятельно рекомендую придерживаться аналогичной разбивки на группы и аналогичным приоритетам для аджастов, как вы использовали на механике с тезерами. По завершению каста Пантократора на всех появятся уже знакомые нам два сета дебафов с цифрами, плюс еще два новых с таймером. В целом, как и на первой механике, вам не нужно обращать внимание на таймер, по крайней мере поначалу. Далее, из боков босса выходят два клива, которые будут перемещаться по кругу по часовой или против часовой стрелки. Кроме того, под каждым игроком будет оставаться ОЕ, так что вам есть смысл перемещаться группой. Кливы спавнятся в первый раз достаточно рандомно, то есть они могут быть не строго на кардиналах или интеркардиналах. Вы можете стать одной группой на севере, другой на юге и потом просто переместиться в самый ближайший свой спот. Теперь обратим внимание на оставшиеся дебафы. Это Wave Cannon и Missile. Wave Cannon это лазер в вас от босса, его нужно разделить тремя людьми. Кстати, это еще одна причина, по которой вам нужно бежать кучей. Миссл взорвется на вас с небольшой ОЕшкой и плюс даст вам бульнирабилити, как даст его и тем, кто будет стоять с вами. Лазеры тоже зайдут в ульну, поэтому миссл нужно выносить подальше от группы. Мой статик делает следующую страту. Вся группа идет за флэмдровером в хитбоксе босса, а человек с мисслом выносит его назад. Тут нужно смотреть на свой номер и на то, сколько секунд осталось на миссле. В целом, можно выходить в бок и затем назад, когда на миссле остается 4 секунды. Некоторые статики делают страту на оборотку. Эти группы бежат перед флэмдровером, а человек с мисслом убегает перед группой. И заключительные аккорды. На двух самых дальних игроков, это должны быть танки, батятся большие кливы. Я рекомендую танкам стакнуться вдвоем и поражать неуязвимость. Тогда у остальной группы будет возможность иметь фиксированные позиции. И еще будет 2 сета по 3 лазера. Они будут обозначаться метками над головой. Если вы распределитесь на фиксированные позиции сзади и с боков босса, то вы не заденете своим лазером никого другого. После двух сетов лазеров наступает энрейдж. ТПС-чет тут достаточно большой, так что рекомендую использовать подки на каждом поле, когда вы уже будете близко к киллу первой фазы. На этом у меня в общем-то и все. Удачи в освоении этой фазы и следующих. С любовью, Ваша Гела.